Два дня во Владимирской области только и говорили об экономике. 33-й регион провел у себя масштабный форум, на который приехали министры и другие высокопоставленные чиновники. В итоге было подписано 9 соглашений с инвесторами. Но куда больше рост объемов производства ожидается от крупных проектов «Газпрома» и «РЖД». Подробности у Влада Сорокина. Работа форума началась с посещения выставки ведущих владимирских предприятий. Пройти мимо было просто невозможно. Вход в Белый дом лежал именно через палатки и стенды промышленников. Посмотреть есть на что не только обычным посетителям, но и директорам крупных предприятий. Так Гусар, выпускающий детали для газопровода, планирует получить заказы от крупнейшего инвестпроекта по доставке газа в Китай. Но нужно выиграть конкуренцию промышленников из Поднебесной. Призовые – контракт от 2 до 4 миллиардов рублей. Мы можем взять за счет того, что у нас очень большая гамма, в частности по температурным характеристикам. У китайцев, у них есть такое понятие, допустим, холод, для них минус 40, а у нас холод до минус 60, во-первых. Во-вторых, для того, чтобы сделать дешевле, чем китайцы, нужно просто подумать, над чем мы и занимаемся. Те предприятия, которые сегодня работают с «Газпромом» на рынке, которые выпускают конкурентную продукцию, конечно, мы будем их обязательно использовать. Пленарное совещание продолжалось более двух часов. Призведемы высокопоставленные чиновники, причем двое из них имеют корни в 33-м регионе. Это Сергей Степашин и министр финансов Антон Силуанов. Остальные теперь тоже частые гости нашей области. Светлана Орлова рассказала им об экономическом состоянии области и об инвестиционных планах. Основной вопрос – создание условий для наращивания инвестиций. Можно составить прекрасные планы, но они так останутся на бумажном варианте, если не заинтересовать бизнес. А для этого нужны инвестплощадки и квалифицированные кадры. Работа по этим направлениям уже ведется. А одним из самых крупных проектов может стать высокоскоростная магистраль РЖД. Если начнет строительство, наш регион получит до 50 тысяч новых рабочих мест. Создается так называемый агломерационный эффект, который, если в цифрах выразить, дает возможность получения дополнительно в год роста валового регионального продукта на 130 миллиардов. Это примерно треть от существующей сегодня ВРП области. Политическая составляющая Владимирского форума – это визит председателя Совета Крыма Константинова. Он поблагодарил наш регион за свою временную помощь и пообещал кооперироваться с владимирскими предприятиями. Для республики сейчас это очень важно. Люди сейчас нам благодарны вдвойне, когда смотрят телевизор, что происходит на Юго-Востоке. Они теперь понимают цену этой маленькой для Крыма, вернее большой для Крыма, может быть маленькой для всей нашей общей России победы, беспровной. Но они теперь понимают, насколько мы сделали все правильно. Представитель президента ВЦФО Александр Беглов был очень доволен увиденным. А ему есть чем сравнивать. Он частый гость на подобных форумах. Вот чем меня сегодня порадовал центральный федеральный округ в лице Владимирской области – это свои технологичные. Впервые Владимирская область показала, насколько она технична, насколько она самодостаточна. Я думаю, что это хороший прорыв. Это совершенно другой форум. Уровень был очень высокий. Уровень федеральный. Я сейчас вот еще раз поблагодарила Ольгу Юрьевну Голодец, Антона Германовича, министра финансов, Степашина, Белякова, Зубкова. Ну, всех тех, кто был. Почему? Потому что с каждым из них уже продвижение области, каждый помогает. По итогам форума область подписала 9 соглашений по инвестиционным проектам. На территории 33 региона появятся два предприятия по обогащению кварцевого песка, логистический центр по хранению овощей, тепличные комплексы и производство древесных пилет. Но это далеко не все. Один только Ковровский экскаваторный завод подписал 9 контрактов. Были и другие соглашения между предприятиями. Продолжение следует...